И всем привет, ребята! Меня зовут Макс и я продолжаю проходить игру GTA Vice City на 100%, у нас статистика уже 3%, так, убеждаю, что да, запись идёт, способ, ну, чтобы, как говорится, не на смартфон записывать. Сегодня будем проходить свою миссию парамедика. Ну, в данном случае, на первом острове я буду это делать и находится в больнице, скажем так, вот здесь вот. Мне кажется, в начале игры вот самое то делать миссию медика. Ну, в Сити, не знаю, в Сити, наверное, можно уже даже после финала сделать, но вот в GTA 3, конечно, лучше делать до сюжета, потому что потом, когда вы убьёте в срокаторе по сюжету, на вас будет нападать мафия и постоянно его срывать, и будет довольно спокойно, чем пройти эту миссию. Хотя, конечно, я придумал, как бы, вариант на такой случай. Ну, понятно, что я буду, конечно, всё равно в начале игры делать, ну, просто. Я тёху всё-таки оставил медика там, наконец, с помощью бага можно сделать из тачки медика такси, а уже с помощью такси можно сделать уже невидимую, скажем так, скорую. И так образом уже они не убьют. Хотя, по-моему, выбросить всё ещё могут. Так, кстати, на самом деле, это уже вторая попытка. Первый раз я пытался записать как-то ещё несколько дней назад. Да, чё-то вот не получилось. Блин, я же хотел таксицу сегодня записать. Ладно, у вас уже начали медика, значит, пусть будет медик. Таксица, значит, в другой раз. Хотя я бы хотел, наверное, вообще реально, оказывается, с вами таксица записать. Ну, чё-то как-то переклинило. И вот, начал записывать миссию параметику. Ну, не страшно, я это всё равно проходить, значит, в другой день запишу. То есть у меня, оказывается, к пятницу, наверное, и будет время записать, вот чё, даже гляну. В пятницу у меня тоже, кстати, третья пара, и, скорее всего, оказывается, к пятницу я с утра таксица завтра запишу. То есть я думаю, заново, оказывается, к таксисам я и займусь. А сегодня вот пойдём про медика. Ну, мне кажется, вот сам из таких длинных миссий, наверное, только вот эти две миссии, наверное, по идее, и есть. То есть миссия медика довольно длинная, там, наверное, около часа проходится. И, наверное, ещё миссия таксиста. Если без флэрла, то всех пассажиров с газом, думаю, за два часа, думаю, можно уложиться. Вот у Куконосова такой ролик, наверное, на два часа по миссии таксиста, как раз-таки. Да, то есть на самом деле миссия, в принципе, вроде как короткий. То есть Кукон довольно кроткий. Если Хантри, то вообще можно за несколько минут сделать. То есть так-то так вот. То есть, в принципе, на самом деле миссия не такая уж как бы и сложная. Вот плохо, где-то чей-то надо вот реально, когда он мог где-то чей-то раздобыть. Вот он зашёл к очереди одной миссии Гаитян. Помните, это даже их первая миссия. Не надо, конечно, воровать в портфеле, и там, конечно, всё очень сложно. Я иногда даже на самый первый не успеваю. Иногда. Точнее, почти всегда. А я видел, вот когда человек походил, он практически всегда успевал. Вопрос, как он успевал. Может быть, конечно, на этой чите он очень быстро приезжал, как вариант. Не знаю, но почему-то он прям реально как-то стабильно быстро успевал. В общем, мне, кстати, на чите тоже потом попробовать. Не знаю, просто знаете, читу, опять, быстро не найдёшь. А то, где её сохранять? Тоже вот такой вот вопрос. Где её на такой суть вот взять и там и тут вот сохранить? То есть у меня прям даже идеи нету, где её можно было бы сохранить. Ну как, сохранить-то её можно, например, вот в этом гараже. Вот она ближайшая будет. Или, наверное, даже в автосалоне, может быть, ближе будет. Скорее, это должно быть там лучше. Ну, во-первых, у меня ещё даже бизнес я открыл. То есть для этого надо ещё бизнес открывать, что не хочу. Во-вторых, даже если я поставлю чьи-то в тот гараж верхний, то есть раз при фейле мне придётся её оттуда забирать. А занимает, а фейлиться будет там ну очень много, вам так скажу, очень много раз. Не знаю, в идеале, как я говорил, это делать именно на мотоциклах. Но не всегда я там на них успеваю. Вот, если, типа, у нас на Санчезе вроде бы хорошо фартануло, может, я на Санчез поискать? Микас Санчез, кстати, тут хороший вариант там будет. Микас Санчез. Вот такие тачки, они всё-таки в A7 мне кажется лучше выглядят. Кстати, что вообще по звукам? Может, тут звук на всё? Не, нормально. Я хотел попробовать сначала с бандикапа сегодня записать, но я вижу, что их память изобливает до кератора. Там 10 секунд ролика, 2,7 мегабайта. То есть это где-то 1,4 гигабайта. То есть в клуб 40 это уже гигабайта. А какие тебе часовые ролики запишу? Это сколько же он гигабайт будет? На терабайт памяти, наверное, на ролик выйдет. Ну, господин офицер. До свидуля. Давайте-ка, наверное, вот так сейчас сделаю. Сесть-выйти, поставим... Вот так. И всё, я на F-ку теперь я не буду. Ну, я так часто, я так обычно медика, на миссии медика часто делаю, чтобы по губности на F-ку не нажать и не его как-нибудь. У меня бывает такое. Это я вам тоже советую вот такую клавишу на время миссии просто переименовать. Вот, кстати, вот, кстати, чита. Она реально так появилась. Потом, когда она не понадобится, я её нигде не найду. На чите, конечно, можно попробовать. Как сегодня у нас по плану мафия. По плану сегодня у нас мафия. Завтра уже будет краски Хардвайд. Пятница. Я думаю, реально попробовать на чите, потому что человек на чите проходит. Значит, реально решаться и мне на чите пройти. Во-первых, как уж всё-таки реально проходят в 30, а всё-таки в 60. Он человек проходил в 60 или в 20, ой, в 30 или в 25, по-моему. Помню. Упор не помню. Как он проходил. По-моему, на чите. Может быть, чита имеет в виду самая такая быстрая для этой миссии. Но мне кажется, что и Инстердус подойдёт. Не обязательно именно, не обязательно чита. После любого быстрая тачка. В идеале успеть ещё и развернуть, перед тем, как забегать туда. В оригинале я так и делал. Я помню. Но даже в Тайддвайсе оно так можно было. Но вот когда ему детство. Там ещё одна и появилась миссия. Блин, очень миссии сложные там в Тайдвайде. Но в идеале всё-таки его пройти. Не знаю. Например, какая-то миссия попалась от Кубинцы. И там начинается вообще с непривычной ноты. То есть в оригинале она так и начиналась. На деле, по ограждению этой миссии, я нужно понять просто, о чём включается. То есть, насколько мне вообще времени хб рассчитывать. То же мне это непонятно. Потому что я вот на этой лодке езжу, и меня они тупо убивают. То есть, понять просто, какое-то продолжение миссии потом будет. То есть, понять просто, как долго мне выдерживать хб лодки. То есть, я зашёл, я считай, удивился. То есть, потому что миссия в оригинале по-другому начиналась. Там вот подожжали к двум-трем лодкам. И просто начинали это взрывать, ну и все помогло. А потом эту нашу лодку уже взрывали, и всё. Вот интересно, что будет, когда будет это в хардлайне. Всё, 52 секунды, огонь. Не знаю, вот миссиметика для меня была одной из самых бесячих миссий. Я бы сказал, что даже самая бесячая миссия, вот так, как GTA. То есть, что в GTA 3, что сейчас, собственно, адрес, эта миссия мне везде выбеживала. Потому что обидно, когда особенно в Санкт-Петербурге проваливаешься, и начинаешь заново. У меня такое было, по-моему, и в I-City. По-моему, даже в GTA 3. Да, сейчас, в Санкт-Петербурге не помню, но мне кажется, оно у меня и там подобное было. Хоть и я сам там, в Санкт-Петербурге, но было. Это, конечно, лютый пипец. Просто лютый пипец. Ну и так, ну да, то есть, если у меня есть время, я хочу вообще рассказать по графику. То есть, вчера, кстати, да, я извиняюсь, я полеча по-либо с катом, но за чего вчера я ролик по войсе не записал. Сегодня, надеюсь, запишу и вовремя, ну, вовремя выложил. Потому что, ну, вчера, говорю, я поломался, а после пары уже-то надборчиков. У меня еще появились дела делишки, и как бы уже особо мне уже не хотелось. Так, записывать. Вечером что-то, а вечером что-то я поленился. Хотел записать вечером, но поленился. Не знаю, бывает со мной такое. Поэтому, решил уже записать новый свежий ролик уже сегодня. Да, отлично. Уже там сколько-то, 120, наверное, роликов на канале. Я все-таки, наверное, в твоем истории, вот эти стримы удалять, наверное, не буду. Ну, я, наверное, когда, ну, вот эта трансформация, вот, правильно, закончится, там, я постараюсь выложить их тоже на канал ВКонтакте. Ну, то есть, как у меня по ГТ-1 вот стриму я выложил. То есть, у меня на канале Ютубе у меня их нет, но ВКонтакте я их выложил. Как таковые. Запись стримов, вот эти вот стримов у меня пока есть. Поэтому, как бы, и возможно, и по твоей истории я тоже самое сделаю. Хорошо, пока они еще в закрытом доступе. Я там нажал авторские права, не сам вырезать. Решил вырезать только в этом. Только в мафии. Потому что, по мафии, я стрим буду оставлять. По идее, он там уже наконец-то к его открытому доступу, если я не ошибаюсь. Так, сколько тут пассажиров? А, уже трое сидит? Серьезно? Давайте это отвезем. Ну, по времени, я считаю, здесь я всегда стабильно, как бы, успеваю. То есть, здесь большая проблема, я бы сказал, на том, что либо чего он может задавить. Ну, либо еще это подобное. Я надеюсь, что таки я сегодня запишу. В прошлый раз, конечно, мы уже не оправдались, но на этот раз, надеюсь, все будет стабильно. Но, опять-таки, я тогда еще отвлекся на этот телефон. Давайте сейчас телефон уберу. Подальше. Отсюда, чтобы не фонил. Я еще тогда на телефон как бы отвергся. И не заметил, как начал ехать на пассажира. На человека. Половый уровень, какой у меня уже был, не помню. По-моему, уже седьмой, или вообще восьмой, или даже девятый, не помню. Но уже прям много было уровней. Это точно помню. Это неудачное оружие. Это просто неудачное! было использовать повторов там вроде как-то не рассказывали это бжон вроде рассказывал что как-то может быть повтор и в итоге на лодке могу свободно стрелять если бы это зовут охраняя это бы конечно помогло и так все сделано специально ну ладно будем потом еще пробовать ну в принципе насчет миссии от этих чемодан забирать в принципе идеи пока еще есть ну как то есть либо на мотоцикле пробует мне кажется что чисто лучше все подойдет хотя муж конечно мне пожили медленно и можно попробовать еще то есть там ищите но учитывая плеха не факшн и быстро после каждого можно просто этот просто не загружаться просто чит училить и брать повторную миссию ну что просто считаю каждый раз там не искать например пусть и типа такого делать хотя там наверное звезды сразу не сбрасываются тоже такое себе но существует уже из 12 по идее до этих планировать эти убыску еще переустановить потому что этот потому что мне надо выбрать эту ташку из которой мне винда чуть ничего не сломалась я планирую вот планировал на днях полосы здесь ищите с нуля полностью настроить и по этому поводу как бы видос снять как настроить там обрез для стримов ну понятно такие ролики тоже есть на кан на ю тубе то есть все они первые не последний кто-то ролик будет будет делать но тем не менее хочу сказать так со своей стороны тоже вот показать настройки это надо время потому что все таки там за минуту не настроить как бы а там такой что это надо и вещей не донатов сделать это может конечно оставить эти долго делал они помогут настройки идут прям как я сумму на ноу боец наверно они так с тех пор и идут ну то есть постепенно да то есть постепенно я постам будет шалтом просто как-то убирать их конечно шалко хотя вопрос а действительно вообще в нас у как дела может сейчас переставлю бейс будет все то же самое какова какова гарантия то есть тоже как бы никто гарантии дать не может ну да ладно посмотрим может пока и не будет зато просто вдруг потом опять так выходит опять типа миду откатывать тоже нигде не дело но я конечно установил чистое сохранение всех файлов приложений то есть она там быстренько обновилась просто и все то есть это удобно реально когда тебя не надо переустановить а просто надо как бы обновить видите вот так вот все и работает я каша в планах было на будущее когда был съезжать в квартиру уже купить себе новый комп все тут оставить я не знаю только жёсткий может быть заберу диск ну смысл диск вот который я покупал на терабайт памяти или на 2 даже терабайта не помню на 2 терабайта я покупал да так вот думал нужно забрать не забрать комп оставить лауле он может пригодиться а себе уже купить новый но во первых хотелось бы покупать если покупать то уже покупать хороший комп хотя бы с их 1080 для начала хотя бы а там хотя бы а там можно и 3070 3070 на лауле против стоит сколько там 1070 помимо вот еще всяку бы точно 1 1 1100 она не меньше выйдет и меньше 100000 это выйдет а то и 150 так знаете чисто не тратить вообще ни копейки он собирать так со стипендией с донатов как бы и вот реально это компьютер мечты и заказ ксур себе купить хороший компьютер это реально компьютер мечты нормально так а вот этот 2100 150 если вот 37 сетей ставить то это на в области 100% а как она стоит на самом деле не знаю мне реально проще собрать новую комп чем там братья старые пересобирать нереально так проще у манимоник наверное лучше кому-нибудь хорошее но наверное все таки положить куплю мне что-то так хочется не знаю все таки мне кажется положить более стандартное разрешение для их чем 2к на эти боли если хочешь видюха то там положим монитора спокойно как бы хватает абсолютно слава богу что уже начинал с gta 4 в миссии про медика уже убрали с цифры я не знаю можно начать или нет по-моему даже нельзя сама медина сама машина медика есть по-моему миссии на нее уже не начнешь следовательно для сотки она уже не нужна что конечно хорошо вот конечно прикольно идти к нубить мод который там для гта 4 условный гта 5 делал такой мод который сделал мод там на миссию медика в этих гта-ш как бы прикольно просто поиграть особенно когда там карта в гд5 делал хрома хромнейшая было конечно прикольно что в оригинале по-моему миссию медика даже не начнешь мне кажется если вот делать вот тут как-то делают там надо делу всякие мне кажется заделать будет и не сильно сложно потом поляша сама скоро уже в игре присутствует там только здесь сделать чтобы миссия на ней начиналось так но условно и чтобы был там спалом рандомный еще ну там пятки не рандом то есть давайте я так понимаю возможно он этот скриптована и от реально радовы спалом еще я вот сколько помню помню даже никогда не повторялись у меня течела по-моему по-моему как раз в новых местах это вот для отменить таксиста по-моему есть определенные точки кое-что надо отвозить вот для таксиста да есть вот и медика надо придуть уменьшиться в рандоме сделано я думал это реально было бы не сильно сложно но опять таки с моей точки зрения то есть если бы не было даже такой машины надо было делать еще и машину такую а фактически такая машина уже в игре есть так что станет сколько тип реализовать на этой машине саму миссию прикольно что 2 2 7 может даже скорую помощь идет вот это то чего реально не хватает в этих этажах вместо от него и и и и и и и Продолжение следует... 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 Надо просто понять вот механику этих миссий, то есть, как это правильно проходится. Вот эта вот миссия, кстати, кубинцев, который единственную миссию прошел вчера на стриме, как в Дальмоте, в принципе, вот с танком, ведь идея была, кстати, неплохой достаточно. То есть, просто изначально на дренажках повычищать челу, а потом уже начинать брать и просто их там всех убивать. Ну, в смысле, заезжать на танки, стать так, чтобы тот чел, который неубиваемый, меня не потерял, ну и развернуться уже и умчать. Еще у меня такое ощущение, что в шелташке там их немного хп, то есть, я ожидал, что они у нее прям сходу взрывать будут, но такое ощущение, что реально ей прям много хп сделали. Возможно, я размочил это специально, но он теперь, наверное, тестил, насколько это возможно, и понимал, что, наверное, так ее могут сразу уничтожать. То есть, поэтому, наверное, он для нее, типа, броню увеличил. Ну, значит, как объяснить то, что мне МСМР постреляли и меня еще не взорвали. Ну, не, конечно, я рад. Я, считаю, реально ожидал другого немного исхода, но благо, вроде, повезло мне. Кстати, когда я там упирался в танк и чуть выехал, я уже думал, что уже это слип. То есть, я ожидал, что меня сейчас просто размотают. И очень интересно, когда в итоге это не произошло. Довести пристачку у нее не особо-то и сложно. То есть, вот главное, вот, сложно противиться то, что находится вот в этом, вот в этом, ну, внутри, внутри в этом. Так, а там что? Так, ну, давайте, наверное, вон там еще пассажира возьмем. Господи, тот пациент. Видите, что-то их сам крючки пассажирами называть. Так, аккуратно, не то. Главное, не задавить. Вот это то, чего я еще очень часто встречал на миссии медика. У меня, по-моему, и в GTA... Так, только не выкидывай меня. Вайси-вайси-вайси-вайси точно было, что я давил вайс. Адреск тоже было. Да, я, наверное, вгонцарел. Но мне кажется, реально жиза вот так. Когда ты вот входишь в миссии медика, и на какой-нибудь по седьмой уровне реально чела давишь, тупо. А я, кстати, был, собственно, самый обидный эффект был у меня на стриме, когда я миссии мне про медика проходил. Я тупо коп арестовал, у меня был 12 уровень. По-моему, я или за последний трой не ехал, не помню, или за предпоследний. И у меня тупо коп... У меня, короче, я в этого... Мотоциклиста врезался, и у меня тупо коп арестовал. То есть надо будет шерсть потом еще сделать. Вырезку момента. К сожалению, я не особо занимаюсь шерстью по вырезаниям из GTA. То есть я до сих пор не вылежу второй слип. В челленджи, то есть надо бы этим тоже заняться. Но, может быть, сегодня, оказывается, я успею. Если получится. Мне, кстати, никак еще не вернулся к этому видосу. Ни хочу делать видео-гайд. Ну, хочу вырезки удачи-путок про щеков дать на вайсе. Никак не дойду еще до него сон. То есть на той неделе я где-то закончил, но надо еще дальше там делать. Дальше монтировать. Но пока никак еще не дают руки. Вечно у меня утром, когда много времени, хочется миссию записать балет крупную. И в итоге на это уходит все время. Сегодня, может, заняться полчасика, может. Тебя бы, конечно, это время на шерсть потратил. Смотри, блин. Тут, конечно, если будет коп полиция, то все. Потому что на пляже быстро не уедешь. Так, окей. Так, не пойму. Да, могу еще одно пассажира посадить. Господи, пациента. О, что же я пассажирами называю, боже мой. Ну, вот это потому, что это миссия на таксиста, похоже. Тоже переезжаешь и их забираешь. Только вот здесь, в отличие от таксиста, надо их... Я беру чисто по одному, по несколько штук. Хотя на миссии таксиста, конечно, это было бы помогло. Но в отличие от Сан-Андрецки, вот там сзади придумано такое, что надо и двоих, и троих надо возить. Ну, в смысле, в фапплэнхс-моди такое было, которое я забросил. Да, миссии прикольные, миссии... Конкретные миссии я бы проходил. Но вообще есть эта идея, просто чисто чит-код какой-нибудь на деньги висит чисто и просто вот, чисто сюжетку глянуть. Прямой чит не работает, она либо чит-меню скачивает, и что ведь деньги там оттуда брать. Ну, потому что, не знаю. Может, хотя бы сюжетку хотя бы глянуть. Потому что так мне что-то реально надоедает. Не знаю, может, реально сюжетку глянуть. Реально что-то на деньги висит, там миллион там добавить, я думаю, этого мне хватит. Чисто хотя бы сюжет пройти. Глянуть, что там за миссии вообще, ну вот, все такое. Чисто сюжетку глянуть. Я тогда смысл выплат, в смысле жить в том, что мне долги отдавать. Так, я могу еще там. Что-то там у нас пассажир есть. Кстати, даже как сборка, уже немного привык. А то, вначале, когда я зашел, прям непривычно стало на HD-карты. После Titan Vice и других модов. Ну, где нету HD-карты и всего-то прочего. Проверю, идет там запись. Идет. После нода надо проверять. Ну, хотя смысл... Смысл проверять. Если даже если она бы не шла, все равно будет за миссию Зано начинать. Ну, по крайней мере, я бы не лишний раз не тратил под свое время. Единственный плюс вот, который... Я вот думаю, еще на втором языке все-таки начать как раз с КП-3 или что-нибудь другое пока. Я вот не знаю. Есть идея насчет редактов уровней, но, говорю, там я обязательно буду какой-нибудь уровень, который просто будет тупо непроходимый для меня. Все, я не смогу тупо пройти их. Даже его не хватает. Там они... Начало там легкое, а потом они сложные пойдут. Не знаю. Вот, может, я тебе грабителя Боба попробую. Вот, грабитель Боб прикольный и худший. Прикольная. Прикольная игрушка, типа, на приставках Дэнди. У меня когда-то на ВВ умер с приставки, вот, старенькой. Была такая игрушка. Я помню. Там была такая игра про Ниндзя. Там или Ниндзя 3 называется. Не помню, короче, ну как, ну короче, хотелось бы будет ручку поиграть. Просто на приставке сейчас уже никак не поиграю, она уже полностью поломалась. А вот в интернете, типа, на пункту эмуляторе, я думаю, можно попробовать. Там у меня, по-моему, 198 игр было. Ну, около 200, по-моему, их, если не ошибаюсь. Очень много, короче. Там такие игры, что, по-моему, прогресс не сохраняется. То есть при заходе все сбрасывается. С другой стороны, так там даже прикольно. То есть, когда ты прошу рут, типа, можешь ходить бесконечно много раз. С другой стороны, когда времени мало, ну, неудобно потом перезаходить, как бы, и... ...со мной обходить уровни. С другой стороны, ну, это, конечно... С другой стороны, как очень прикольно, с другой стороны, не очень удобно. Я вот так могу сказать. Так, я вот не знаю. Вот удобно вот эту троню брать, а тут, получается, подвое остается. Вот как тут поступить? Не знаю. Ладно, тогда, наверное, сначала эту троню будем брать, потом надо еще троих, и потом отдельно за последним смотаться. Ну, блин, неудобно, конечно. Неужели он там уже места для четвертого не найдется, и придется лишний раз за ним угощаться? Очень-то удобно на самом деле. Ну, ладно. Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Ну, блин, просто чисто, чтобы реально сюжетку просто заинтересно. Можно реально ввести чит какой-нибудь на деньги. Я не думаю, что это прям большая проблема. Я думаю, что фильм мне в этом поможет. Может, чит-коды он вырезал, смотри, козыки в своем не пропишешь. А вот, например, как раз-таки... Да, посмотри по я, какую-то неправильную тактику выбрал. Не знаю. Может, надо вообще какой-нибудь другой тактики проходить, чтобы и деньги были, и все. То есть, не знаю. А все, уже трое... Нет, там еще одного много. Вот, али, ладно, вон там туда возьмем пассажира. Точнее, пациента. В остальном месте вроде они недолго записываются. То есть, в остальные миссии, мне думаю, много времени потребуется. Сейчас здесь миссия Курьера, кстати. Там, я думаю, где-то за полчаса, наверное, уложиться. Вот, то есть, там сильно много времени не надо. Я думаю... Сейчас же Курьер здесь, точка. Ну, Курьер, там, главное вот эти длинные миссии пройти, а вот остальные пройдем. Сколько времени? Сейчас сворачиваться. А, время еще есть. Еще только полдесятого. Еще два часа есть, как бы. Ну, мне так... Ну, мне надо это через час закончить надо. Чтобы еще там кое-чего успеть сделать. Но, в принципе, я успеваю прекрасно. Я вот так вот смотрю. Кстати, забыл сказать. За эту миссию прекрасно дается бонус, а именно бесконечный бег. Но я бы сказал, что этот бонус, наверное, больше бы для Хардвайна пошел. Я не помню. Потому что вот есть бесконечный бег, но он тоже не бесконечный. Не помню. Но для Хардвайна, конечно, пошел бы. Скорее всего, он тут бонус тоже горизонт. Я бы, конечно, это проверить, потому что чистить за предсказочное бега я бы, конечно, метика прошел. Но это надо время тратить. Не знаю, неохота. Потому что неизвестно дает ли принцип и бонус. Потому что деньги у них есть. То есть чистить и деньги фармить тоже не вариант. Не знаю. Все, хочется сборку на Майнкрафт сделать, но никак не могу сделать с этим модом кастом Минпс. Ну, в смысле, кастом Майнменю, точнее. Хочется вот, типа, знаете, вот, в любителе, наверное, вот, сборку, там, у Компота. Пикселя, условно. Вот у них, например, менюшка и фон. Ну, то есть, надписи не факт. Может быть, я вообще менять не буду, но не знаю. Я бы хотел чисто вот фон меню поменять. То есть, вместо видосика какой-то, картиночка. Чтобы не было вот этого, ну, чтобы не избегались короче надписи, но, в общем, не знаю. Пока мне не совсем получается, что-то про... Ошибочка вышла. Я пациента одного вывез. Ну, кстати, у меня уже второй раз такие ваги встречаются. Почти рассказки в той попытке. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте тогда вот эту троню сейчас заберем. Отвезем, потом останется последний. И, по идее, девятый уровень будет. Или, погоди, или это... Или это десятый. Умыл, кстати, это оговорил уже десятый. Не помню. Да, ребят, в натуре это уже десятый. Офигеть, что-то я прям заговорился, а у меня уже скоро миссия пройдется. Ох, анареть. Я что-то думал, что меньше уровня. Придите, я вот разговариваю, и уже как в многом уровне прошел. Обалдеть. Реально уже у десятого, уже одиннадцатого у нас. Пипец. Прям реально уровни полетели прям незаметно так. Прикиньте, вот реально уровни прям незаметно полетели. Уже реально вот сейчас уже зарушу десятый уровень. Ап-ап-пипец. Я бы щекнул, я бы сегодня записал на другой день. Да, не знаю, ну не, сегодня записать я уже не буду, я уж там шерксы походил. Шерксы, да, шерксы надо реально сделать. Надо, кстати, попасть, четыре есть моментик один, надо будет тоже, будет время, кстати, вырезать. Надо говорить, сегодня если вот успею, у меня там вот и час, думаю, точно будет, оказывается, шерксами позанимаюсь сегодня. А в общем, в ГТА теле по моменту вот прям миллиметраж. Надо будет, пусть сейчас вот после запишу ролик сделать. Реально сейчас уже подойдется реально от разговариваться, у меня тупо из этих уже уровней пролетели. Сколько там где запись, конечно, я не знаю, я не буду проверять. Но, тем не менее, реально прям быстро пролетели эти уголки. Так, так, как я раньше без OPS, потому что сейчас реально OPS довольно удобная программа, если я бы сказал. Для записи видео. Честно говоря, раньше мне никогда не было OPS почему-то. Не знаю почему, но мне почему-то он не очень нравился. Удобнее было там с Бантикам записывать или там с Фракса. Но здесь цифры нарисованы, там было написано, типа идет запись или нет. Раньше я таким пульс Фраксом, еще оком он понял, еще оком было бы уже, и ним тоже пользовался. Популярный, конечно, Бантикам, вот Бантикам все знают. Куда уходит детство? Остановите. Так, у нас уже 11 получается. Пакет, я не знаю, все-таки оставить их на потом пакет или сразу поподелать, не знаю. По идее, можно рампейдж сходу сделать. Но я не знаю, вот рампейдж на самом деле много. И достаточно много. В идеале их делается один ролик. Но тогда надо очень много времени потратить. Очень много. Может, поэтому есть вариант, как у Канат, сделать по одному рампейджу на видео. Таким образом, я, наверное, буду больше месяца их делать, эти рампейджи. Не знаю, еще есть, кстати, прыжки, но прыжки, в принципе, легко, я думаю, сделать. А вот рампейджи можно и провалить случайно. Поэтому неохота мне их, знаете. Мы хочем посмотрим. Здесь у нас 4 плюс 35. Если у нас 6, то было бы 130. Так, с 29 получится, тоже не очень красиво. Не знаю. Не знаю. Так, стоп. Не понимаю. Там из-за побитых дверей не видно, есть кто-то там внутрь. По-моему, нету никого. По-моему, я только начал уговить. По-моему, здесь никогошеньки еще и нету. Не знаю. Ну, потому что, знаете, у меня утром не всегда есть много времени, чтобы записать ролик. По-моему, это где-то час-тира-два. То есть, прям, у меня вообще, вот вторник всегда, вообще у меня пара с первой по четвертой тубой. То есть, тоже, знаете, не очень-то, а, все переполнено. То есть, у меня вот, чтобы сделать рампы, надо больше времени, понимаете? Записать, выучить удачную попытку. Тебе не помню, какие-то в оригинале дела, тоже так вот удачные попытки его доставлял. Или нет, не помню. Реально, не помню. То есть, не похоже, чтобы я зараз-то все записывал, если будут реально глянуть. Ну, чтобы... Ну, не знаю, все-таки, когда там это придется, если на какой-нибудь выходной. Не знаю. Ну, есть вариант, не знаю, какой-то, тянуть там до зимних каникул. Но я не факт, что желательно к тому времени пройду, буду в финале. Так что, нет смысла оттуда тянуть, как бы. Не знаю. Ну, я, короче, подумаю. Поряд ли, как я еще тогда делал на записи. Посмотрю, как у меня там еще все выглядело. Но прыжки, я, кстати, не помню. Вот прыжки, по-моему, как-то такие вырезки, наверное, делал. В этот раз буду делать или нет, не знаю. Но посмотрим, если у меня будет много времени. Могу, в принципе, вот реально одним таким большим роликом записать просто, и все. То есть, без всяких-то вырезок. Посмотрим. Ну, опять-таки, если время у меня будет... Ну, потому что, знаете, монтировать, это как бы не в моем стиле. Я не привык заниматься монтажом. Ну, то есть, базовые монтажи делать умею. То есть, там, ролики разделить, соединить. Базовые переходы делать умею. Ну, вот... Ну, не знаю. Ну, вот не тянет меня к постоянному монтажу. Ну, и вот не мое это. Все, переполнено. Так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. уже и двойми пипец рядом с вами заговорился рассказывал там о чем-то заметил как уже сколько посредством сделал таксиста мой завтра в принципе завтра у меня тоже есть много времени то есть до полдвенадцатого то есть время у меня тоже есть много думал запишу постараюсь конечно загадка сделать постараюсь конечно чтобы этот ролик максимально короткий будут он будет двухчасовым я не вижу способа делить миссию таксиста потому что как бы не факт что потом более то есть первый ролик пойдет там 100 человек 2 же 50 то есть такое себе поэтому не хочется особо я не знаю если что если этот когда гташки досниму и со временем времени дай бог еще будет рубрика жить хотя честно говоря я не уверен в этом можно конечно эту рубрику вообще каждый день записывать то есть что-то брать какие-то интернет записывать то есть такое вот снимать или чё-нибудь и ну то есть их вы просто находите постоянно снимать может канал игровой игровой после кта просто может стабильно какие-нибудь там всякие интернетные лига записывать насчет говорю насчет патачек 5 я говорю я не знаю я что-то в области 200 глубей искать да и просто то есть мне вот проще сюжет записать просто и все или вообще их невероятно прохождение тоже вот не знаю сам все уже сложнее то есть там и как бы и вот этих вот стрипку особо не покажешь никак то есть не знаю особо не хочется тяже кота в этом чисто и чисто сюжет убрать не знаю ну либо просто реально вот нибудь брать там записывать просто рубрику эту каждый день просто забрать тупо записывать все как бы куча были на полку вы знаете чё есть вот прикольная игра вот вызывается кухни сары да конечно может рассмеяться но когда-то я вот играл к сожалению там игры с кашплэгом то не запускаются не хотят работать кухни сары не хочется но какой проход пипец тут еще зашел то есть через специальную программу которых лучше вы открываете все игры открываются стабильно то есть некоторые вообще не открываются просто надо полный банк какой-то что ребята вот уровень пишите в комментариях неудача потому что это псормирует ну хотя если вы смотрите видео я все записал как бы могу радоваться прохождение этой миссии газовый кошплэг ну только всё хочу поехали чампус а иск офис об С 15 октября, вроде, можно будет уже с этих трёхминутных шерстов делать Не знаю, насколько для меня это будет полезно Потому что я не понашёл, что с этих трёхминутных шерстов делать В основном, я всегда спокойно умещался в одну минуту Но, кстати, иногда были моменты, когда минуты, конечно, не хватало Особенно, когда я, например, записывал губль, как легко пройти миссию, тогда, конечно, нереально не хватало Потому что можно, кстати, только одно видео с этим можно реально перезаписать Потому что, думаю, в три минуты, думаю, будет в разы... Так, даже у меня уже заполненная тачка, уезжаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, окей С этим видео, по-моему, на стримецке, эти человек, по-моему, как начали миссию от автоцит По-моему, с этим первый раз и прошёл То есть, в небо у него там сотен, несколько сотен попыток, как у меня, нахер на автоцит Не знаю Так, двойни Могу сейчас взять ещё одну, я думаю, что разумно, наверное, будет вот этого взять Главное, его надо и заберём Главное, что ты, что-то, что-то, что-то слегка волнует Хотя бы не мало, что, скорее всего, это уже победа Садись, господин пациент Так, окей Так, окей Так, окей Сейчас приходится быстро То есть, эту сотню пассажиров Особенно если на большие это делать То есть, с помощью бака Мне кажется, за час-полтора можно Мне кажется, если делать всё очень быстро Мне кажется, там и за час можно уложиться С минусом Давайте, наверное, вот этого возьмём сейчас Давайте теперь вот этих двоих пять минут осталось Пять, пять минуточек Кстати, в идеале, вот на будущее, вот, ребят Я вот этого, конечно, не делал, но Чтобы они быстрее садились, можно просто вот битой на выбить двери В GTA City там вот стоит, по-моему, с помощью полицейской Полицейской вот этой биты В офис-сан-адресе, по-моему, даже кулаками В GTA 3, не помню, тоже либо с помощью биты, либо тоже, ну, чему-то ещё В GTA 3 там она и так сама по себе лёгла То есть там где-то полчаса буквально достаточно, ну, вот Там где-то 30-30 минут на таксистов в GTA 3, но там как-то маленькая Там вообще быстро таксист проходится Реально прям быстро, быстро Ну, не таксист, точнее медик, но таксист тоже Ну, что, ребят, сейчас последняя троня, я не знаю ещё Сейчас смотрю, типа, это всё что угодно, я мало вопрос Опять надо в самом байкере просто подлететь и всё, и меня коп опять арестует Прикол сейчас ещё если там ничего не записалось Не, ну, я думаю запишется И всё, после ничего остался И осталось только доехать и всё, и получить даже цветные проценты Я могу тут только приехать, но вроде как могу Так, аккуратненько, едем Всё нормально, всё пройдём Вроде как кашли, сейчас только доехать осталось, Бога, получила Я думаю, это не проблема Я бы сейчас поржался где-нибудь в тачку привели бы, меня арестовали Или буду бы её утопил Я бы, конечно, поржал Вроде как, да, это победа Всё, миссия медика пройдена Вот такое видео у меня получилось Слава Богу, я миссия медика записал Ура, 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 ура Вы никогда не устанете Ура И 15000 фанталии И 57000 Ещё до спорта кимися конкризис так и не прошёл Всё Теперь можно наконец-таки вернуть Вернуть на настройку управления Обратно на F поставлю Давайте поскорее сохранимся Фух, ребята На этом видео я в этом лучших традициях заканчиваю Процент он уже 4 Завтра, если же получится, я запишу таксиста Ну а потом опять рубрика Спасибо всем, кто посмотрел это видео Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok